Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Успокойся. Милая, успокойся. Успокойся. Помнишь меня? Помнишь? Помнишь меня? Подумай обо мне. И мы будем вместе, ты и я, мы будем вместе. Ты моя единая и последняя любовь. Помнишь меня? Помни меня? Помнишь меня? Помнишь? Помнишь? Ты моя единственная и последняя любовь. Помнишь меня? Помнишь? Стоп! Молодец, Андрей. Все, пока. Перезвоню. Перезвоню, давай. Молодец. Я чувствую, что-то не так, да? Да нет, все нормально, Андрей. Все нормально. Все хорошо. Да нет, ну, Харебов, я понимаю, он накосячил. Где? Фух, да… Андрей, ты прекрасный актер, талантливый, востребованный. Ну, как-то вот с любовью что-то у нас не получается, что-то вот не то чего-то. Почему? Ну, может быть, потому что я никогда никого не любил? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Алло. Андрюха, Спакуха, эта роль твоя. Все. Ты просто не в курсе. Я пробу завалил. Я тебя умоляю. Какие в нашей стране могут быть пробы, старик? Это так все. Для галочки. Продюсер спит и видит только тебя в этой роли. Ты же у нас в списке десять самых сексуальных мужчин в страны. А, ты там был? Нет. Ну, это же много. А я тебя свяжу. Да без тебя этот гранатовый браслет никто смотреть не хочет. Ну, хватит, ну, хватит, ну. Ты гений. Талант. Ну, ты перебор. Ну, уже приятно, но… Андрей. Прости, пожалуйста, сейчас. Мы вас так любим. А можно селфи? Да, да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Так. Ну, за твою новую роль? Самой прорыв. За то, что больше не пришлось играть ментов. Надоело. А я тебя представляю. В камзоле, в парике с кудряшками, со шпагой. Девочки мои, ну, какие кудряшки? Ну, это ж купри, начало двадцатого века. Не кудряшки, а максимум усы. Ну, такие, конечно, усы. Но усы – это скучно. А давай свадьбу в замке сыграем. Ну, может, как-то попроще. Ну, быстрее распишемся. Там съемки начнутся. Нужно будет отъезжать. Боюсь, просто времени не будет. То есть, съемки важнее меня, да? Ну, ой. Ну, булочка моя. Для меня ты всегда будешь на первом месте. Ну, прости. Агент. Да, чего тебе? Кстати, подмечаем роль как раз. Хочешь, подъезжай? Ну, ты чего о себе возомнил, фигляр? Какая тебе Лида? Чего, денег моих захотел? Я, вообще-то, сам неплохо зарабатываю. Для тебя. А моя Ридочка? Будешь замуж за владельца транспортного холдинга. Это удобно. У меня аграрный сектор, но транспорт. А у нас любовь. А у нас бизнес. И не морочь ей голову. Ты все равно ее не любишь. Люблю. Не верю. Да мне как-то плевать. Может, Лида сама будет решать, с кем ей жить? Может, точно не вам? Заткнись. Здесь все решаю я. Короче, так. Тебе срок две недели. Или ты за это время будешь счастливо женат. Мне плевать, на ком угодно. Но только чтобы моя Лидочка даже носом в твою сторону не повела. Или ни один продюсер тебе больше ролей не даст никогда. Я понял? Да, еще. Если Лида узнает о нашем разговоре, у тебя будут большие проблемы. Это че за бред, а? Ты че этот лысый себе вообще позволяет? Он че думает, что может мной вот так вот распоряжаться? Мое почтение лучшим российским продюсерам. Здравствуйте. Да, да. Что? Подожди. Ну, мы же кон… А… Ну… Да, конечно… Да. Хорошего дня. Что случилось? Ничего хорошего. Все, мой друг, не будет больше у тебя роли в гранатовом браслете. Тебе вообще ролей не будет. Нет, стой. Ты же сам говорил, что все уже на мази, что все уже решился. С ума, что ли, сошел, а? Ты что, ты не понял, с кем ты связался? У тебя теперь не только ролей не будет, он на этом не остановится. Он тебя вообще с землей сравняет. Тоже мне герой-любовник. Какой бред. Какая-какая-то ерунда какая-то. Черт. Стоп. Есть у меня идея. Какая? Ну вот. Смотри. Это кто? Это. Твоя жена. Будущая. А? Это Надя, что ли? Надя, Надя. Я ее столько лет не видел. Пятнадцать. Ну, неплохо сохранилась. Ага. Я уже про нее все пробил. Жилец Бородин Ромашкин. Не замужем. Детей нет. Социальный работник. Я думаю проблем не будет. Думаешь? А? Да она вперед тебя в ЗАГС побежит, а, старичок. Не знаю. Бред какой-то. Это не бред, старичок. Это не бред. Вот это все суровая реальность. Ты, кстати, ему еще спасибо скажи. Он за тебя все придумал. Ты спокойно себе женишься, а его дочка, назло тебе, выйдет замуж за его протеже. И все счастливо. Это вы ее характер не знаете. То есть, если что не по ней, то есть, она из одной вредности. А ты в кино с ним отсвучишь? Хочу. Ну и делай, что тебе говорят. У меня сейчас тачка на полировке. Так это же отлично, старик. Это же прекрасно. Поедешь, как все нормальные люди, на автобусе. Это для пиара просто, муа! Народная история любви. Андрюша, а ты что задумался-то? Дуй в Ромашкин! Пожалуйста. Так. Держите. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Коленька, Коленька, ну где же ты, Коля? Я… А вот и я. Привет. 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 Ты ничуть не изменилась. К чему эти дешевые комплименты, а? Ну, не знаю. Вы Надя? Да, я Надя. Вы Константин. Да. Спасибо. Подарок юбилярша? Я бы вам донес, но мне некое. Да я сама донесу. Я помогу? Я помогу? Куда нести? Так, Надя… Машину. Надо поговорить. Нам не о чем с тобой разговаривать. Ну, Надь. Что, Надь? Что, Надь? Весь город говорит о какой-то свадьбе. Я тут при чем? Я вообще не в курсе. Я в этом цирке участвовать не буду. Ты понял? Такие цветы юбилярши подойдут? Хорошо. Ромашки ее самые любимые. Андрюшечка, ой, как ты подрослел. Ой, какой красавчик. А ты меня, наверное, уже не помнишь. Марья Ивановна, как забыть первую учительницу? Ну? К тому же вы вообще ни на секунду не подрослели. Ой, шутник. Знаете, я так рада, ребятки мои, что вы снова вместе. Вы же с третьего класса ходили держать за руки. Когда свадьба-то? Да, Надь, когда свадьба? Никогда. Андрюшечка, ну-ка быстро в машину. Мне с тобой поговорить надо. Какая вы все-таки красивая пара. Спасибо. Так, еще одно слово про свадьбу и все идем пешком. Ясно? Как племянник ваш, кстати, не отозвался? Ну, вы не волнуйтесь. Я вас сейчас на юбилей закину и заеду к нему. Узнаю, что к чему и наругаю его за то, что он вас бросил. Я еще и добавлю. Спасибо. Пожалуйста. Знаешь, я все это время думал о тебе, вспоминал. Помнишь, как мы с тобой целовались в ромашках в восьмом классе? Не, не помню. Мне кажется, машина работает. Я там соседей. А помнишь? Коля! Ася! Ася! А ну-ка дай. Коля! Ася! Коля! Ты что делаешь, а? Что? Ты что себе позволяешь? Откуда ты взялся вообще, свалился на мою голову? Может, я в Куприна играл, а там любовь, страсть, кома и... Я вдруг вспышка и озарение. Я понял, что я только единственная жизнь такую ощущал, к тебе. А, да? Слушай, только я вот не припомню, в каком-то романе Куприна герой впал в кому. Коля! Не знаю. Ася! А! Куприна! Это, наверное, фамилия какого-то твоего героя мента, да? В смысле? Ну, ты репетируешь сейчас сериал. А, да. Ну, вот, там, наверное, твой герой полицейский впал в кому на 15 лет, очнулся и вспомнил про свою первую любовь, да? А? Отойди. Отойди. Вася! Яся! Где нет пульса. Нет. 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 У нее пульс. Нет. Стой. Стой. Мама, подожди. Подожди. Надо проверить. Может быть, он жив. Кровь подсохла. Они уже давно мертвы. Ну, а вдруг он… Затопчи мулики. Понимаете, это просто не может быть самоубийством. Коля обещал Захарова отвезти на юбилей. Он не мог вот это вот все спланировать. Ну, подумаешь, пообещал. Может, он все-таки не хотел расстраивать? Да. Отличный способ поберечь старушкины нервы. Сто процентов суицид. Супруги надышались газу, направив шланг в салон и закрыть щели в дверцах изнутри. Тряпки со стороны жены на месте. А вот со стороны мужа мятые и на полу. Капитан, очевидно. Зачем вообще нужны эти тряпки? Там резинки в салоне герметичные. Кстати, классная деталь. Если бы я снимал средал, я бы так же сделал. Ну, вот когда будешь снимать, так и сделаешь. У мужа, вероятно, сработал инстинкт самосохранения. Он вылез из машины, но упал. И ударился головой о металлическую трубу. А подняться сам не смог, потому что надышался. Далековато от машины лежит. Ощущение, что его либо бросили, либо просто положили. Вообще, как-то здесь все странно. Да. Ну, не мог он так самостоятельно упасть. Особенно, если он шел к выходу. Координация была нарушена. Из-за дыма не понял, куда шел. И рана не была причиной смерти. Ну, я сейчас вернусь. Дядя Бася. О, приехал племяш. А чего не завелся поздороваться? Побрезговал? Нет, буквально только что с вокзала. Ух ты, малой, я думал, ты все еще учишься. Уже отучился. Стажируйся. Так, Боря, дай ему ключи. Не надо. Давайте я в гостинице останусь. Помнишь мой адрес? Да, но я лучше... Так. Рейль, Роль, почему? Это не обсуждается. Роль... Боря, подожди. Тебе повезло. Очень странное самоубийство. Записки нет. Раскроешь, получишь новое звание. Чушь, это ж не сериал. У нас на земле не всегда записки оставляют. Давно ли ты на земле? Уже два месяца. Вот, а у меня опыт. Ага, сериальный. Ну, и что, меня консультировали генералы и полковники. Ну, я тебе помогу. Надо было помогать, когда тебя просили. А теперь сам справлюсь. И вот, записку нашли. Предсмертную. Явно не просто так писали. На банковском требовании. Банки довели, больше так жить не можем. Да. Да. Долги серьезные, сильно просроченные. Ну, все понятно. Чистое самоубийство. Собираемся, ребята. Вы что это? Все так просто свернете и все? Вас не смущает то, что тело лежит противоестественное? Да так не падают. Явно сюда швырнули или просто положили. Дилетант. То есть, не будет расследования? Будет. И ты его проведешь. Вот, возьми телефон Аси, ребята его распоролили, изучи контакты и обзвони родных. Справишься? Пока, ребята. А тебя я жду. Угу. Как-то маловато контактов. Все по работе. Работа. Опять работа. О! Чат с подружками. Сегодня буду умирать. Получается, что дядя Вася был прав, отправлено и ноль реакций. Погоди, Лена? Вы сестра Лена? Ну, да. Слушай, Борь, ты Лене ничего не говори, ладно? Я сама ей скажу. Хорошо? Конечно, не вопрос. И Захарова я тоже возьму на себя. Да. Сам понимаешь, сердце у нее слабое. Ладно, давай. Пока. Здравствуйте. Мне нужен номер. Андрюша? Ты приехал? Ну, жениться, да? На Наде? А я читала и не верила. Да, жениться. Мы знакомы. А ты меня не узнаешь? Странно. Я думала, первый поцелуй не забывается. Люда Горелова? Нет. На сколько дней вам нужен номер? На неделю. Оля Никифорова. Паспорт, пожалуйста. Ну, ты не обижайся. Ну, это просто, просто столько лет прошло. Да кто ее такая, чтобы обижаться? На тебя и так тут полгорода зуб имеет. О. А можно поподробней? Да те же Карповы. Вот, ну, не надо. Я дядя Васей с Борей увиделся буквально. Встретили, загнелись. А что же ночуешь не у них? Борька ненавидит, да? Ты же его тогда во ВГИК не протолкнул. Ну, какой из него актер? Он тот мент. Ну, менты подавно. Так, не надо. Вот он может стать очень хорошим полицейским. Ира Попова. Одноклассница. Псянчина. Ира Псянчина. Псянчина. Ну, конечно. Конечно. Ира Псянчина. Как ты жила все это время, Ирка? Слушай, Ленка, может тебе что-нибудь починить нужно? Мария, я могу. Не надо. Ну, это хорошо. Ты знаешь, это хорошо, когда все, все починено. А то, знаешь, мальчишки, они же такие. Я вот тут это, подарки им принес. Передай. Даже можешь не говорить, что от меня. Мальчишки в школе. Я знаю. Я, собственно говоря, поэтому сейчас и пришел. Ты же запрещаешь нам общаться. И не жалею. Ленка, ты прости меня, идиота. Я же вас люблю. И тебя, и внуков. Я же вам не чужой. Нет. Ты хуже. Ты же всю жизнь жил только для себя. А сейчас сварился, как снег на голову. Отжал у Нади полквартиры. Живешь за ее счет. Почему я зарабатываю? Ой, не смеши меня. Тату-салон в ромашке не приносит доход? Немного. Но потом будет лучше. Потом ничего не будет. Потом ты свалишь, как обычно. Тысячу раз такое проходили. Забери. Ленка, я уже отбивался. Нет, вас ничего не надо. Ленка, мы ж семья. Да никакая мы не семья. Папа, ну, подожди. Зачем ты с ним так, а? Вот ваш номер-люкс. Располагайтесь. Хороший номер. Угу. Да. Это для красоты. Да. Нормально. Лампочку заменим позже. Экран сильно не открывайте, а то сорвет. Слушай, Ир, ну, хватит уже на меня дуться. Лучше расскажи, как ты живешь. Замужем, дети. А какая тебе разница? Ты же на Наде женишься. Не замужем. И что? О, Аська, Аська, да прощалась. Говорила я ей, беги ты от этого, Кольки, беги. Плохо все это закончится. Слушай, а ты с ней встречалась? В чате же ответов не было. А ты думаешь, вот тварь, да? Подруга пишет, умираю, а не молчок. Ну да, вот. Да не умирать она собиралась. Удирать она от Кольки собиралась. Чертова автозамена. Она никогда ничего не перечитывала. Удирать снова. Это что, не в первый раз уже? Да в сто двадцать первой. Стали мы ее спасать. Нет, поначалу бежали, конечно, вырывали, прятали. Нервы в себе потрепали. А она все прощала и возвращалась к нему? Да. Чувства вспыхивали вновь. Жизнь била ключом. Ровно до первых побоев. Он что, ее бил? Да еще как! Тираню дома запирал. Измены были. Она все терпела и молчала. От большой любви. Да уж. Любовь зла. Да если б мы знали, что они... Что она... Нет. Аська б сама до такого не додумалась. Ее точно Колька заставил. Силой. А Кольку кто заставил? Банки? Коллекторы-то вроде сейчас не лютуют. А это смотри, у кого занимать? У банков или у бандитов? Старик, ну я-то думал, что прямо с вокзала в ЗАГС, а? Тебя ж с цветами встретили. Ну, как ты умудрился все прошляпить? Ну, вот такой я гений. Ну, она, знаешь, такая... Интересно, какая? Специфическая. Тоже, знаешь, ты побежал ее от меня в ЗАГС. Подожди, ты что, ей сразу предложение что-ли сделал? Типа того. Ой, ты что за дурак-то такой, а? Ну, сколько раз мне тебя надо повторять? Женщину нужно добиваться. Ну, я не знаю, ну, включи ты обаяние, я не знаю, там, шампанское, цветы. Ну, ну, что, мне тебя учить? Да, вот давай не надо меня учить, ладно? Как-то сам справлюсь. Я долго в этой дыре не выдержу. Ой. Так, что еще ты, твоим подопечным? Молоко и три килограмма сахара. Ага. Слушай, Лена, ты помнишь, новость гуляла в интернете, что, типа, Андрей хочет на мне жениться? Он что, позвонил? Он приехал. Ну, надо же. Раньше только статьями ограничивался. Да. Такое что, серьезное? Делает предложение? Я не знаю. Ну, это же здорово, Надь. Может, у вас все получится. Сомневаюсь, столько времени прошло, уже никаких чувств даже не осталось. А я верю. Первая любовь не умирает. Хватит тратить свою жизнь на подопечных. Соцработник не должен бабкам устраивать юбилеи. Продукты купила, привезла, нарезала, полы помыла, все. Лен, ну, ты же знаешь, что я так не могу. Ну, правда. Ну, представь, 80 лет, юбилей у старушки. Она будет сидеть в одиночестве. Нет. Вот так хоть он с подружками со своими встретится. Может, последний раз кто знает. Ну, выходи за него побыстрее, пока он не передумал. Ой, ладно. Пойду я мне Захару забирать. Она там, наверное, уже напраздновалась. Ну, надо подумать, как ей поделикатнее сообщить про Колю. Японский мотоцикл. А где Надя? О, артист. Ну, это смотря с какой целью. С матримониальной. Жениться хочу. Набор бабника. Банально. Ты этим, Надежда, не проймешь. Заходи. Обидишь мою дочку, я тебя убью. Не обижу, я ее люблю. Если б ты ее любил, ты бы ее в Москве бы не бросил. Это она так сказала? Нет. Нет. Это полиция так рассказала, когда ее Фромашкин привезла. На сутки на вокзале прокантовалась. Тебя ждала. Ты знаешь, что ее сутенеры чуть не похитили? Ленка пока ее искала, чуть не посидела. А ты? А ты? Вы... Чего на меня ругаетесь, а? Вас там не было. Вас вообще никогда не было. Не знал, что все так-то серьезно. А теперь знаешь, еще раз обидишь мою дочку? Да я понял, понял. Любишь ее? Ну, я же приехал к ней. Это верю. Мою девочку невозможно забыть. Мою девочку. Сейчас я тебе ее найду. Сейчас, секундочку. Идем? Угу. Сейчас я закрою, не волнуйтесь. Марья Ивановна. Угу? Соболезную, конечно, в вашей утрате, но долг надо отдавать. Какой долг? Колин. Коля в морге, а вы живы. Значит, его долг переходит к вам. Перестаньте сейчас. Что вы себе позволяете? Что? Что он такое говорит? Племянник, говорю ваш, Коля умер. Да замолчите сейчас же, она ничего не знает. Тише. Тише. Коля умер. Тише. Коля умер. И Коля, и жена его. Успокойтесь. И вы, если мне долг не отдадите. Садитесь, садитесь. А, вы меня пугаете. Что вы, я просто за вас беспокоюсь. Ну-ка, рот закрой. Ну-ка, гадина, вали отсюда. Заткнись и вали отсюда. Ты угромить хочешь? Что вы вообще такая? Бессмертная, что ли? Пошел ты. А, пошел отсюда, я сказала. Сволочь. Ну-ка, тихо. Сволочь. Ну-ка, тихо, тихо, погоди. Это ты убил Коленьку. Ты убил. А ну-ка, стей, не дай мир. Сядь, сядь. Хватит. Хватит. Вы чего вообще? Хватит. 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 Мне же надо хоронить Коленьку и Асю, а денег нет. Коленька забрал их на инвестиции. Да на ставках он их потратил, а за долг обещал квартирой расплатиться. Какой долг? Кому? Жаркову. И очень много. Причем здесь квартира, если у него дом был? Бабкина, видимо. Сказал, мол, через полгода отдаст. Наследство, значит. Вы ничего не путаете? Ну, может, и путаем. Он с шефом разговаривал, не со мной. Шеф с ним лично встречался. Клиенты все на мне. А Коля этот, тот еще жук был. Сам в лес. Куренька хотел продать мою квартиру. Держи. Боря! Боря! Прими заявление. Не прими меры. И не смей спускать на тормозах. Да что случилось-то? Коллектор мою Захарову чуть до инфаркта не довел. Захарову? Да! А ты что, ей рассказала про смерть Коле? Нет. Я оттягивала это, как могла. Думала, доведу ее до дома, усажу старушку на диван, волокордина накапаю, скажу это как по-человечески, спокойно. А он выпалил все сразу. Еще и скорбил. Да кто он? Да кто-кто? Коллектор Жаркова. Выходит теперь, что Захарова в больнице, Ася с Колей в морге, а этот сидит, наслаждается жизнью. Слушай, не, ребята, это бесполезно. Жарков лично Захарова не прессовал, так что улик нет. Как всегда, конечно. А неужели так сложно одного барыгу посадить? Вы вообще здесь работаете или нет? Мы работаем. Мы работаем. Просто Жарков очень ушлый человек. У него связи в мэрии. Знаешь что, Боря? Я таких, как этот Жарков, десятками, чёрт, десятками ловил. И на живца, и на... И в сериал. Только в жизни попробуй сунься к нему, сразу с работы вылетишь. Сволчим билетом. Какой же ты трус, Боряка. Я не трус! Я отца подставляю. А я сам этого Жаркова поймаю и выбью из него всю правду. Улики не забудь добыть. Не забуду. Если уж на нашу родную полицию нет надежды. Нет надежды. Надя! Надь! Да, Иван Иванович. Да, миленький, я вам сейчас привезу хлеб. Он у меня в багажнике лежит. Я просто не успела. Извините, пожалуйста. Надя, я не понял. Ты куда сбежала? А заявление? А смысл в этом какой? С Жарковым надо лично встречаться. Ну, а что, он тебе расскажет про все долги Коли? Нет, я хотя бы его попрошу, чтобы он Захарова не прессовал. Надя, я тебя туда одну не отпущу. Интересно. А то что ты сделаешь? Мешаешься, опять и все испортишь? Так, а что я испортил? Вашу эту драку с коллектором? Да не дрались мы. А вот благодаря тебе, между прочим, Захарова сейчас в больнице. Из-за меня. А качок тут ни при чем. При чем? Ну, а только я могла утешать бедную старушку, капать ей лекарства, а я вашу драку разнимала. Спасибо тебе огромное. Без тебя мне будет как-то легче. О, знаешь что? Это мне без тебя будет легче. Есть вещи, моя дорогая, которые женщинам не надо соваться. Я пойду и по-мужски с ним поговорю. Давай, давай. Знаешь, где его искать? Он лично вот так вот с заемщиками не общается. Это с обыкновенными он не общается. Я приду в его контору микрозайма и попрошу контакта. Давай, тебе придется все эти конторы обойти. Потому что ему ничего не принадлежит. А я обойду. Обойди. Обойду. Давай. Я обойду. Все, пока. 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 Удачи! А говоришь, что коллекторы их убили, а самоубийство инсценировали? Да нет, слухи все это. Отроление угарным газом ни с чем не спутаешь. Привет, пап. Привет, Володь. Привет, Надь. Здравствуй, доченька. А это видно невооруженным глазом? Да. Трупные пятна, что у Вася, что у Коли, они ярко-красные. И слизистые тоже. А ты откуда знаешь? Я в морге подрабатываю. Ну, консультирую. Пора на этом на голове у Коли. Упал он потом как-то странно, будто его толкнули. Долги у них, говорят, какие-то были. Надь, потерпи немножечко. Завтра вскрыти. Может, она вам покажет, что ребятам помогли самоубийцам. Хорошо, потерплю. Спасибо за информацию. Не за что-то. Пап, я тебе тут ужин принесла, а ты, пожалуйста, поешь, ладно? Не забудь. Вот смотри, какая у меня доченька заботливая. Вся в отца. Ты, я смотрю, тоже заботливый. Звонишь, спрашиваешь, что я, где. А потом раз, и Андрей передо мной появляется. Что за дела, пап? А чего, хороший парень? Очень хороший, только ты не сводничай, ладно? Он манипулирует и тобой, и мной. Ну, прости меня, пожалуйста. Я хотел как лучше. Извините меня, пожалуйста. Ладно, хорошо. Я тебя прощу, если ты поможешь найти Жаркова. А что его искать? Входи в ресторан. Любит, не любит. Ну, там Жарков и завтракает, и обедает, и ужинает. У него там свой столик даже. Короче, я уже обходил миллион этих микрозаймов, и никто ничего не хочет, нигде говорить про этого Жаркова. А потому что не тем ты занимаешься. Скажи лучше, подвижки с Надей есть? Провал с этой романтикой твоей. Слушай, у нее что, одни старухи, что ли, на уме, я не пойму? Не только, но он на меня даже смотреть не хочет. Ну, это плохо. Очень плохо. Ага. Ты так и завязнешь там в своем Ромашкине. Надо применить другую схему. Понял? Да к черту все твои эти схемы. Я просто пойду и честно ей все расскажу. Вот, 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 вот. Вот это правильно. И еще и денег предложи. Иначе это не сработает. За деньги сейчас кто угодно, что угодно сделает. Все, все, все. Перезвоню. О, артист. Какая встреча. Неприятная. Чувак, слушай, ну, пусти к начальнику. Поговорить нужно. О чем ему с тобой разговаривать? О мировом кинематографе. Босс каждый раз канал переключает, как тебя видит. Тоже мне звезда. Вали в свою Москву. А будешь и дальше копать под шеф. Уроем так, что Карпов не найдет. Парни, парни, все. Хватит. 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 Тише. Сестренка, пора б уж своих заводить. С ними так же весело. Нет, я лучше у тебя буду в аренду брать. Они такие мягенькие. Ты б хоть в люди выходила, что ли? Я вот как раз сегодня собираюсь в ресторан. С Андреем. Нет, с Жарковым. Что? Ну, ничего, по делу. Мне нужно узнать про Асю и про Колю. Не волнуйся. Место людное. Со мной ничего не случится. Одна ты туда не пойдешь. Я лучше вообще тогда никуда не пойду. Защихачу тут всех. И все. Все, 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 парни. Давай, пока. Пока-пока-пока. Пока-пока. Алло, Ириш, привет. Слушай, а Истомин у тебя в гостинице остановился? Очень хорошо. Значит, его номер у тебя в базе есть, да? А? Ириша, выручай. Леночка пришла. Ты что, с мужем поссорилась? Я могу комнату освободить, сам на кухне лягу. Еще чего. У меня в семье мир и покой. Ты зачем Наде Жаркова нашел? Ты вообще понимаешь, чем их встреча может закончиться? А если надо будет, я вместе с ней пойду. Еще друзей с собой возьму. Надя туда пойдет с Андреем. Именно поэтому я здесь. Да я не против этого Андрея. Он мне даже нравится. Я тоже. На, Павел. Ам. Божественно. Когда это ты научился готовить? Давно. Ну, я даже в ресторане в одном шеф-повару работал. Ну, прям папка праздник. Да. Помнишь, меня так, я так Надю в детстве называла. Ну, ты для нее таким и был. Заявился раз в полгода. Покатал на мотоцикле. Купил мороженое и сбежал. Да, но... Ну, да. А для нас с мамой это был как цунами. Появился внезапно. Без денег. Мать его обстирывает, кормит. А он с друзьями своими тусит. Лен. А потом, когда ты неожиданно исчезаешь, мы его долги выплачиваем. Ну, я не знал, что это все так было. Меня Ольга ни разу в жизни ни в чем не упрекнула. Да мама гордая была. И тебя любила. А я ненавидела. Потому что тебя никогда не было рядом. Никогда одноклассники травили. Никогда дома жрать нечего было. Никогда мама заболела, а потом умерла. И Надьку хотели в детдом отдать. Ты же даже на похороны не приехал. Прости. Я и не знал. Я на острове был. Там мобильной связи не было. Да не важно. У меня уже и ненависти-то не осталось. Переросла. Ну, и любви не жди. Пап. Ну что, всех подопечных я счастливила? Да? А ты что пришла? Проконтролировать, чтобы я в ресторан не сбежала, да? В чем тут ресторан? Бутик закрывается. Вот, распродают. Девочки дали мне право первой ночи. Ты что здесь делаешь? Ну вот, пришел переговорить к Жаркову. Цветы ему купил? Нет, тебе. Тебе цветы. Так, а, короче. Ты мне очень нравишься. Ты классная. Я больше не могу тебе врать. Короче, я хочу тебе сказать всю правду. Ты тут полностью, вот от начала до конца. Давай. Отец моей невесты, ну, бывший невеста, он олигарх. Поставил условие, если я за две недели не найду, ну, и не женюсь на ком-нибудь, то у меня бывший виден с кинематографа. На ком-нибудь, да? Не, ну, на тебе. На тебе, конечно. Я в 15-е все-таки нашел с тобой любовь, пиарил как-то. Как красиво звучит. Пиарил любовь. Надь. Мы взрослые люди, ну. Сейчас распишемся. А через полгода, если не понравится, просто тихонько, ну, и разбежимся. Получишь пару миллионов. М? Субтитры подогнал «Симон»!